20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула сегодня тема стиля популярна благодаря доступности и разнообразию фасонов одежды поэтому для современного человека стало абсолютно естественно следить за тенденциями и разбираться в моде однако в рутине дел женщина не всегда находит время купить глянцевый журнал или же прочитать блок стилиста именно за этим и был создан проект модель x плюс от имидж клуба светлана 16 женщин разного возраста разного роста разных размеров разных профессий но у них у всех одна общая мечта чтобы отражение в зеркале их радовало женщины все разные степень сопротивления новому присутствует всегда но когда они в зеркале видят отражение но им нравится сопротивляться этому невозможно сегодняшний образ для меня очень непривычен потому что такую одежду я не носила чтобы платье сочеталось в спортивной обуви для меня это впервые интересные модели интересные образы интересные смелые то есть повседневной жизни это конечно же ну с трудом это можно использовать но смело не вся эта одежда им свойственно в обычной жизни многие из них такую одежду не носили и у нас сегодня будет прекрасная возможность посмотреть как они освоили новую профессию модели демонстратора одежды и манекенщицы показы глянцевые журналы обзоры коллекций всегда кажется что вещи надетые на модели но совсем не для тебя однако без экспериментов невозможно найти свой стиль поэтому не стесняйтесь примерять фасоны даже если кажется что этот вариант совершенно вам не подходит а привычные классические брюки и платья иногда можно отложить в сторону и решиться на нечто очень смелое ты смотришь в журнале девочки красивые худенькие струнные потому что им же хорошо а как на нас будет смотреться здесь уже совсем по-другому я люблю платье классику очень люблю но также я могу и в спортивке обожаю спортивку только брюки и туники потому что я вот необычная обычно как мы ходим юбочка кофточка да вечно деловой такой вот ритм да а тут ну такая красота это ну как высокая мода да красиво если бы вот горожане наши немножко нарядились бы да ну какой красивый город был да мы бы были дополнением ну к украшению города действительно у некоторых женщин выработали стереотипы что им что-то идет что-то не идет какие-то цвета им подходят какие-то цвета не подходят поскольку у нас есть профессиональная команда мы иногда эти стереотипы разрушаем и девушки тогда на практике получая новые образы в новых цветах в новых фасонах в новом крое убеждается в том что возможно эти стереотипы были как ну где-то ошибкой и готовы принимать новое по крайней мере эти интересные эксперименты я всегда советую попробовать все и когда они приходят магазин на примерку я им говорю соглашайтесь на самые безумные идеи только вы потом сами праве решить окончательно подходит вам это или нет а вдруг и реально такие примеры сплошь и ряда большое я хочу спасибо сказать сукановой марина александровна что вот она очень хороший руководитель любые женщины могут показывать себя любые за все время проекта участницы модель x плюс пробует себя в нескольких образах принимать их или нет дело индивидуальное важно увидеть что выглядеть стильно и современно можно в любом возрасте и при любых параметрах фигуры вы смотрите beauty time далее выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба стиль кэжел бывает разным как собственно и сами будни в повседневность можно включить элементы романтики если добавить легкие фактуры а можно придать внешнему виду статусность надев костюм или жакет образ по-прежнему останется повседневным но будет выглядеть более сложным и продуманным в коллекциях наступающей весны есть и однобортные и двубортные модели но все они более свободного кроя в стиле 80 не сдают своих позиций костюмы лишь цветовая гамма становится более спокойной на смену ярким цветам приходит клетчатые принты сдержанных оттенков в честь дня защитника отечества танцевальный ресторан танцор диска представляет серию вечеринок мужской пол зажигает танцпол развлекательная программа конкурсы танцы и конечно же вкуснейшая кухня 21 22 и 23 февраля праздничные залпы в ресторане танцор диска приходите сами приглашайте друзей поздравляйте у нас своих коллег бронирование столиков по телефону двадцать семь ноль семь шестьсот двадцать три ноль семь ноль пятьдесят пять уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутю на sony кривой 30 и пушкина 65 в современном обществе модно употреблять витамины регулярно и в больших количествах есть такое мнение что чем больше пьешь витаминов тем дольше проживешь оставаясь молодым здоровым и красивым однако золотое правило все хорошо в меру работает и в этом случае в последнее время терапевты все чаще сталкиваются с ситуациями когда бесконтрольное потребление витаминов приносит реальный вред здоровью казалось бы витамины да ничего страшного не несут но есть такое понятие как гипервитаминоз а витаминоз гиповитаминоз то есть всегда должна быть норма много витаминов это тоже очень плохо то есть бесконтрольный прием витаминов без назначения врача без результатов анализов может привести во первых гипервитаминозу то есть это уже в большой концентрации количество витаминов которые называют начинают вызывать аллергические реакции недомогание плохое самочувствие и другие патологические состояния поэтому витамины всегда должны приниматься только по назначению врача под контролем врача под контролем результатов анализов и конечно с коррекцией медикаментозной терапии консультация терапевта требуется не только для выяснения дефицита но и для получения рекомендации по правильной сочетаемости витаминов между собой доктор должен понимать и определять не только сочетаемость витаминных комплексов либо отдельно группы витаминов но и понимать можно ли этому пациенту принимать те или иные витамины потому что есть такие хронические заболевания при которых назначение витаминов тех же группы b либо витамина c они противопоказаны то есть очень часто в периоды обострения холодных сезонов у нас что в первую очередь начинают принимать витамины c но нужно понимать что людям с сахарным диабетом как пример витамин c противопоказан потому что он задерживает биохимические процессы по углеводному обмену и повышает инсулино-резистентность поэтому здесь нужно очень важно подходить к вопросу но в наше время в основном поливитаминные комплексы они сочетаемы то есть там идет по концентрации по дозировке чтобы не было каких-то негативных побочных эффектов и так врача посетили анализы сдали рекомендации о дефиците получили далее остро встает вопрос о выборе витаминов фармацевтический рынок сегодня представляет сотни и тысячи различных брендов вопрос только в том сильно ли отличается к примеру витамин d за 200 и за 2000 рублей очень многие пациенты видят стоимость препарата начинают жалеть да на это свои личные средства и покупают более дешевый препарат мы должны понимать что такая ценовая политика она не просто так то есть идут затраты на сырье затраты на производство отсюда берется и себестоимость препарата если у нас препарат стоит 200 300 рублей то сырье который там находится она стоит ну буквально рублей 30 50 то есть мы понимаем что это химия в чистом виде что касательно витаминов очень важно не скупиться то есть приобретать препараты в котором более 80 процентов идет тракте растительных экстрактов компонентов конечно есть химические основы но без этого никуда потому что до срок хранения другие моменты они предопределяют такие вещи но растительные препараты во первых это повышает биодоступность это вызывает меньше побочных эффектов и естественно повышает энергообеспеченность организма в разы поэтому на витаминах и вообще в принципе на препаратов нужно не скупиться это имеет очень большое значение и вне зависимости от того какой стоимости витамины вы можете себе позволить их употреблению должны предшествовать две вещи лабораторный анализ недостатка и заключение терапевта в модных кругах комбинезон не ассоциируется с рабочей униформой а все благодаря дизайнерам которые представляют самые разные модели комбинезонов могут ли они присутствовать в осенне-зимнем гардеробе и в каком виде об этом смотрите в нашем репортаже комбинезон эта категория униформенной одежды во всю эксплуатируются фэшн дизайнерами очень популярны летние комбинезоны в стиле сафари модели на выход из шелка или атласа и даже в холодное время года с помощью комбинезона можно разнообразить свой гардероб если раньше это был более урбанистический образ и утилитарный такой милитари или сафари то на сегодняшний день это вполне может быть комбинезон и для выхода в свет и для вечеринки и для работы то есть ну он стал таким более универсальным в ожидаемом сезоне весна-лето практически все дизайнеры представили в своих коллекциях комбинезон он теперь представлен у разных дизайнеров по-разному мы его можем выполнить в любой ткани с использованием разных конструктивных линий деталей аксессуаров для примера хочу вам показать минималистичный от армане тонкая парусиная ткань и это более минималистичный такой стиль городской и более классический вариант такой в стиле сафари от dolce gabbana более утрированные детали здесь более гротескные и увеличенные если говорить о шанель то это более деловой или вечерний может быть даже вариант выполненный из рогожки что можно сказать о ширине брючин то сейчас она меняется это либо кюлоты то есть укороченные широкие брюки либо длинные широкие брюки или популярная модель брюки мамс когда талия завышена и сами брючины имеет яйцеобразную форму более объемную со складками и зауженные к низу если говорить об индивидуальном заказе а в нашем этом проекте мы и говорим об индивидуальном заказе то комбинезон это как раз та самая вещь которую чаще всего заказывают в отелье по персональным меркам в отелье приходят для того чтобы получить вещь максимально комфортную удобную такую какую хочется и именно в отелье это делается по вашим индивидуальным меркам с учетом специальных прибавок потому что комбинезон достаточно сложная конструктивная вещь ее трудно посадить на фигуру именно поэтому масс-маркеты не могут выпускать их в достаточном количестве и в нужном ассортименте которое нам хотелось с подобной идеей ко мне пришла лариса клиентка эта ткань смесовая здесь шерсть вискоза немного люрекса и вполне в таком комбинезоне можно проходить весну осень и зиму с учетом того что лариса более миниатюрная женщина выбрали клетку менее контрастную как раз вот такие темно-зеленые и черные тона и раппорт выбрали поменьше использовали традиционные детали в стиле шанель это клапаны карманы пуговицы были выбраны шанель специально чтобы поддержать ракошку фирменная фактура единственный нюанс что мы отказались от классической застежки и решили использовать молнию потому что это очень удобно универсально и можно создать вот такой пикантный элемент комбинезон сейчас на ларисе без пояса но можно воспользоваться вот такой деталью как широкий пояс не обязательно он должен быть черным зеленый хорошо комбинируется с темно-синим с вишневым с баклажановым таким образом мы подчеркиваем талию мы подобрали специальные сапоги такие утонченные тоненькие на шпильке показали красивую щиколотку ларисы у нас получился интересный комбинезон которым лариса сможет ходить в разные места и в различных жизненных ситуациях он не пригодится а еще знаете что я подумала комбинезон это решение извечной женской проблемы нечего надеть вот представьте так открывайте гардеробную или шкаф а там полно всего есть платье блузы юбки джинсы брюки но все это уже было а не было чего не было комбинезона и может быть стоит задуматься о том чтобы он появился вы смотрите бьюти тайм красивые подробности красивых событий в формате но у команд завершение выпуска и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И выиграй 100 тысяч рублей! Подробности в группах конкурс «Леди Мармелад». Приглашаем партнеров! МедиАрт – утонченная классика. МедиАрт – безупречный силуэт. Женственность – главный модный тренд. МедиАрт – это платье вашей мечты. МедиАрт – гарантия восторженных взглядов. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, смотрите и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи! Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok